Крейсерская атомная подводная лодка Технические решения, заложенные в проект этой подводной лодки, нашли свое применение и дальнейшее развитие в последующих проектах подводных лодок ракетоносцев крылатых ракет. Ракетоносец проекта 949 предназначен для непрерывного скрытного слежения за ударными и противолодочными авианосцами, а также другими крупными кораблями противника и поражения их крылатыми ракетами комплекса «Гранит» с началом боевых действий. По своей архитектуре атомный ракетоносец представляет собой двухкорпусный подводный корабль с двухвальной энергетической установкой. Прочный корпус разделен на 9 отсеков. Первый — торпедный. В нем установлена также аппаратура гидроакустического комплекса. Второй — ракетного и радиоэлектронного вооружения. Здесь же оборудован главный командный пункт корабля. Третий — выдвижных устройств, радиоэлектронные аппаратуры, жилых и бытовых помещений. Четвертый — жилой. В нем также размещена зона отдыха, профилактория личного состава. Пятый — электроэнергетического и вспомогательного оборудования. Шестой — реакторный. Седьмой и восьмой — турбинные. Девятый — вспомогательных механизмов и приводов кормовых рулей. В междубортном пространстве расположены прочные контейнеры, предназначенные для хранения и пуска крылатых ракет. Строительство корабля осуществлялось северным машиностроительным предприятием по проекту Ленинградского бюро «Рубин» — Министерства судостроительной промышленности СССР. По глубине погружения, скорости подводного хода, автономности, ракетоносец почти в полтора-два раза превышает серийно построенные подводные лодки второго поколения с крылатыми ракетами. Увеличение глубины погружения по сравнению с достигнутой в отечественном подводном кораблестроении стало возможным благодаря специально разработке конструкции корпуса корабля и применению стали повышенной прочности. С целью проверки прочности корпусных конструкций, изготовленных из новых марок высокопрочных сталей, были разработаны и испытаны крупногабаритные образцы опытных корпусных конструкций, а также крупномасштабные отсеки. Испытания проводились внутренним или наружным давлением в уникальных док-камерах высокого давления, созданных на северном машиностроительном предприятии. Для максимального сокращения цикла постройки корабля, главная энергетическая установка, состоящая из двух водоводяных реакторов и двух блочных автоматизированных паротурбинных установок, суммарной мощностью 100 тысяч л.с., прошла всесторонние испытания и отладку на наземных стендах. Блоки паротурбинной установки доставлялись на судостроительный завод из центра страны водным путем. При создании паротурбинной установки внедрен ряд новых технических решений, обеспечивших уменьшение ее веса и габаритов по сравнению с другими установками той же мощности, при одновременном улучшении виброакустических характеристик и увеличении ресурсов. С целью обеспечения максимальной скрытности подводной лодки, разработан и внедрен ряд амортизирующих и виброизолирующих устройств и неопорных связей механизмов, обеспечивших резкое снижение шумности корабля. Пусковые установки ракетного комплекса монтировались в специальных контейнерах. Полностью собранные контейнеры в виде агрегата подавались на стапель и размещались по обоим бортам вне прочного корпуса строящейся подводной. Увеличению скорости подводного хода способствовали специально спроектированные грибные винты. В апреле 1980 года строительство ракетоносца было завершено. До спуска на воду корабль с помощью самоходных гидравлических тележек перемещается со стапеля на специально построенный плавочий док Сухана, который затем выводится в акваторию завода. В районе углубленной части акватории док притапливается, корабль всплывает и отбуксировывается к глубоководному причалу для проведения испытаний. В ходе швартовных испытаний проводилось опробование систем, комплексов и механизмов, осуществлен пуск реакторов, проверена работа паротурбинных установок, работоспособность вспомогательного оборудования. Впервые в отечественном кораблестроении на ракетной подводной лодке установлен мощный комплекс торпедо-ракетного вооружения с торпедными аппаратами двух калибров и большим количеством торпед, противолодочных ракет и средств самообороны. Создание комфортных условий для личного состава вместе с другими принятыми техническими решениями позволило увеличить автономность ракетоносца в полтора раза. Жилые помещения выполнены в едином архитектурно-художественном плане. Для полноценного отдыха экипажа и поддержания его работоспособности в условиях длительного плавания впервые на подводной лодке создана зона отдыха, профилакторий личного состава, включающий салон для отдыха, помещение с уголком живой природы, спортзал с набором тренажеров, сауну с бассейном, заводские и государственные испытания, глубоководное погружение на предельную глубину, автономное плавание, усиленная эксплуатация полностью подтвердили тактико-технические элементы корабля, заложенные в проект. Корабль снабжен новейшими образцами радиоэлектронного вооружения, в числе которых аппаратура системы морской космической разведки и цели указания «Коралл-Б», навигационный комплекс типа «Медведица», гидроакустический комплекс типа «СКАТ» и другие. Для автоматизации процессов централизованного управления кораблем установлена боевая информационно-управляющая система типа «Амнибус». По мощности залпа ракетоносец проекта 949 втрое превышает серийно построенные подводные лодки второго поколения, вооруженные крылатыми ракетами. Ракетная атака. Подводная лодка способна произвести залп любым количеством ракет, вплоть до полного боекомплекта с минимальным интервалом 5 секунд. КОНЕЦ КОНЕЦ Цель поражена. Высокие боевые эксплуатационные качества ракетоносца позволяют с большой эффективностью поражать наиболее крупные корабли противника, в том числе ударные авианосцы, плотно прикрытые различными современными средствами радиоэлектронной борьбы и развитыми системами противолодочной и противоракетной обороны. По составу ракетного и торпедоракетного вооружения создан самый мощный в мире подводный корабль для борьбы с военно-морскими силами противника, не имеющий аналогов практики отечественного и зарубежного подводного. Ввод со соенно-морского флота атомного подводного ракетоносца 949 является крупным движением отечественной науки и техники. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok